Слава Богу нашему! Потому что все мы были когда-то далеко от нашего великого всемогущего Бога, но была эта встреча и поменялось все. И, наверное, на протяжении всей нашей жизни меняется, и мы приближаемся к нашему великому всемогущему Богу и познаем Его, и начинаем еще более и более оценивать эту милость Бога к нам, живущим на этой земле. И именно нам, которые мы сегодня являемся в Доме Божьем. И Бог хочет сегодня учить нас, Бог хочет сегодня указывать на нам, Бог хочет сегодня давать это Слово для каждой души, кто бы то ни был, в любом возрасте, потому что Он есть Бог всемогущий. И если мы открываем свое сердце для Него, то Он говорит нашему сердцу. И есть такое Слово Экклесиаста, что когда идешь в Дом Божий, приготовь свое сердце более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Хорошо и принести жертву Богу, прославить Его, благодарить Его, но самое ценное, когда мы свое сердце приготовим и сделаем место для нашего Бога. То есть услышать Его Слово, положить это Слово в своем сердце и размышлять над Ним, проверять себя, исследовать себя. Когда Христос сходил по этой земле и Он говорил такое Слово, что исследуйте Слово Божие. Знаете, когда Его не услышишь, когда ты Его не читаешь, когда ты Его не знаешь, Его нельзя исследовать. Но если мы Его услышим и положим Его в сердце, то что-то мы можем делать с этим Словом. И вчера была, буквально была вчера конференция служителей Брестской области, отчетная, и Федор Сворев говорил такое слово о том, что если мы читаем Слово Божие два раза в неделю, оно не производит никакого действия на нашего внутреннего человека, на нас. Но ежели даже три раза читаем какой-то процент, но ежели четыре раза начинаем читать в день, то что-то начинает происходить. И это все говорят исследователи, все говорят те люди, которые, знаете, уже прошли это и стараются указать людям, всем тем, кто любит Бога, что вот эта священная книга Библии, это Его закон, и если мы хотим расти в Нем, если мы хотим познавать Его, если хотим и приближаться к Нему, и быть той готовности, то Слово Божие – это неотъемлемая часть нашей жизни. И подобно как хлеб, который мы кушаем не один раз для подкрепления нашего физического тела, для содержания физического тела в норме, вы знаете, порой знаешь даже, что нужно кушать и как нужно кушать, и сегодня такой век информации, и указывает, что и когда, и для чего все нужно это кушать. И вот что-то такое Слово Божие, потому что наш духовный человек, если мы его не будем кормить Словом Божьим, он умрет. Знаете, а тело без духа мертво. И если мы сделаем эту оболочку, может быть, и пройдем в Дом Божий, и кажется, и здравие вроде бы, и улыбка на лице, а нету-то внутреннего мира, нету-то внутренней радости, то Бог сегодня предлагает нам, чтобы мы понуждались с Нем, чтобы мы открыли Его, свое сердце для Него. И пусть благословит нас всех Господь. И я хочу продолжить немножко тему моей проповеди с прошлого воскресенья о том, что нам нужно расти и познавать великого всемогущего Бога. Я повторюсь, то место в Священном Писании послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха по 14. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это слово служитель Божий писал этому молодому ученику Титу, вы знаете, и непосредственно оно указывалось на том, вся эта глава говорит о том, что в разном возрасте, когда человек приходит при живого всемогущего Бога, он должен работать над собой и смотреть над тем, чтобы все устроялось по Слову Божьему. Знаете, вся книга Библия, она направляет человека к Творцу, к тому Создателю и к его воле, к его познанию. Многие сегодня говорят, что неважно, может быть, находиться в чтении Слова Божьего изучением, но важно, может быть, даже эти человеческие принципы жизни, морали, все поддерживают в той норме, но как бы мы ни старались, как бы мы ни были правильны в том состоянии жизни нашей, социальной, может быть, на этой земле, и поддерживая все эти качества, которые сегодня требуют от нас, порой даже государству, но, знаете, все это устроено на Слове Божьем. Если мы жили в то время, когда были эти цели, и один из этих принципов жизни было, чтобы брать от жизни все, то сегодня Бог говорит, что нужно искать великого всемогущего Бога, и в чем заключается жизнь. Сегодня порой люди ищут и не знают, как дойти, но Бог направляет всех людей к себе, к тому Создателю, который сотворил человека и знает его внутренность, и знает те принципы, как можно работать с ним, и как нужно искать великого всемогущего Бога. Я хочу читать еще дальше одно Слово Божие, где на примере Иисуса Христа Он указал нам очень важный момент в жизни нашей, чтобы мы могли поступать так и жить вот этим Словом. Откроем Евангелие от Иоанна 2 глава 13 стиха по 17. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели минувщики денег. И, сделав бич и зверовок, выгнал из храма всех, так же и овец, и волов, и деньги у минувщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». Кажется, Христос пришел в храм и в преддверии этих праздников, Пасхи, вы знаете, и было, кажется, уже определенная установка в этом храме, определенная установленная как бы священниками, или кто там отвечал за этот храм, но я думаю, что все это контролировали священники, потому что они были поставлены Богом в том, чтобы, знаете, люди приходили в храм, приносили эти жертвы. Пасха – это тот праздник, когда люди шли, каждый со своим семейством, несли эту жертву, вели или несли, кто какую считал нужную, принести эту жертву за определенный грех, было так установлено в законе Моисеевом, и люди шли. Вы знаете, на то время Израиль был рассеян по многих странах, и такового, как и государства не было, и они были в пленении, и не каждый мог иметь эту возможность принести или привести ту жертву, которую он определил для себя. И, кажется, все было устроено. Были эти жертвы, были эти минувшники денег. Человек приходил и мог купить себе ту или другую жертву, вола или акса, или голубя, или что посчитал нужным для него, поменять те деньги, потому что деньги разные ходили на то время, и, кажется, все было чудесно. Я не думаю, что именно в самом здании было вот это все, но это было во внешнем дворе. Если мы читаем, исследуем устройство храма, то был внешний двор, куда приходили люди и принесли эти жертвы, и там все это делалось. Но почему-то Христос увидел, что что происходило, и, знаете, Он возрывновал и стал вот это делать, взял бич и стал выгонять. И каждая Евангелие говорит о этом месте Священного Писания. Евангелие от Иоанна, мы прочитали, Матфей, Марк, Лука говорит то же самое о том, что это повествование записано. Я думаю, что если бы оно даже было записано один раз, ну, можно как-то было пройти мимо или не размышлять о нем. Но если даже два раза, то написано, что в Слове Божьем, что двоих свидетельство верно, а здесь написано четыре раза. И каждый из нас мы что-то видим в этой ситуации, когда читаем на страницах Священного Писания, вот этот эпизод. Мы сегодня люди, сегодня люди, и мы можем по-разному оценить эту или другую ситуацию, но именно Бог видит сущность человека, и то, почему это происходило, и где было неправильно. Он не был против того, чтобы это все было, но, знаете, там были определенные, определенные, знаете, положения. Я думаю, сегодня люди, богословы говорят о том, что там было определенные установки, и священники контролировали все, они ставили этих людей, и какой-то брали проценты из этого, и даже из тех минусчиков денег, и всех, кто продавал, кто покупал, и знаете, и это было неугодно в глазах Божьих. Можно еще что-то говорить, как и почему-то происходило, но, друзья мои, дорогие братья и сестры, Бог видел в сердце каждого пришедшего на то место, и с каким сердцем Он приходил, и что Он делал, и какую пользу Он извлекал из него для устройства своего храма духовного, или для поддержания, может быть, этого жизни на этой земле, может, физическое устройство, эти деньги, которые Он получал, эти проценты, но все контролировали священники, и знаете, Богу было это неугодно, и Он сделал вот этот бич и стал выгонять, и говорит, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вертеп разбойников, это сравнить, знаете, в нашем лексиконе нету такого слова, но сравнить с тем, что было тогда, вы знаете, это сборище разбойников, где они собираются, их место, где они размышляют, где они думают о том, как бы что-то сделать, чтобы иметь от этого выгоду какую-то определенную. И вот так же происходило в Доме Божьем. Друзья мои, дорогие братья и сестры, мы сегодня идем в Дом Божий, и потом, но, может быть, как этим людям с определенной целью, но той или другой целью, у кого какая есть, может быть, нужно отметиться, нужно, чтобы служитель увидел меня, что я есть в служении, или что-то еще другое, знаете, долго не было, отсутствовал, или еще как-то, но Бог сегодня видел твое и мое сердце, с чем мы шли сюда в Дом Божий. И состояние нашего внутреннего человека, состояние нашего Духа, находились ли мы в молитве про живым и всемогущим Богом, искали ли мы Его во все дни жизни нашей на этой земле, когда нас не было здесь. Друзья мои, дорогие братья и сестры, сегодня мы можем провести своих детей в Дом Божий, и мы это делаем, слава нашему Богу, и мы сегодня будем видеть эти дети, когда будут благословлять их родители, будем молиться также мы за благословение, чтобы Божья милость была над этими детьми. Но вы знаете, кажется, уже подросшие вот эти дети и порой, может быть, не хотят идти, но мы их говорим, рассказываем, мы их увещеваем, мы им должны как бы сказать, показать Иисуса Христа эту цель определенную, и знаете, чтобы видели, чтобы они узнали, его начинали с детских лет, могли познавать великого всемогущего Бога. И знаете, и дети, как никто, мы сегодня слышим, они замечают и наше внутреннее состояние, и нашу жизнь на этой земле, и жизнь в семье, где бы то ни было, они четко все подмечают, как мы общаемся с Богом, как мы общаемся друг с другом, как мы молимся, может быть, и я вспоминаю такой момент, даже в моей жизни, когда я молился живому всемогущему Богу в своей тайной комнате, и мой сын приходил, самый меньший Антон, которому уже сегодня уже 20 лет, и он видел, что руки мои подняты к небу, и я молюсь, и ищу лица живого всемогущего Бога. И однажды он зашел, у меня руки опущены, и он пришел ко мне, сел на колени, и поднял мои руки к небу, и держит. Друзья мои, дорогие братья и сестры, вся наша жизнь, знаете, есть отображение того, как мы ищем живого всемогущего Бога, и она отлагается в этих детских сердцах. И важно искать великого всемогущего Бога, важно быть всеми открытыми, и чтобы внутренность каждой из нас была живым и всемогущим Богом. И Бог видел состояние всех людей, Бог видел состояние сегодня каждой из нас, и Он говорит, что мы должны быть в состоянии молитвы. Дом мой, домом молитвы наречется. мы можем говорить о внешнем устройстве дома молитвы, о тех принципах, о тех устройствах, о тех положениях, или тех даже правилах, как нужно вести себя здесь, и это хорошо, потому что мы находимся в этом месте, где присутствует Господь. Но, друзья мои, дорогие братья и сестры, что является домом Божиим? Дом Его – это мы. если упование, которым хвалимся, если уповаем на великого и всемогущего Бога, если открываем свое сердце для Него и ищем Его лица, то Божье благословение добудется всеми нами. Да благословит нас Господь, мои дорогие друзья, братья и сестры, чтобы мы, когда приходим сюда, могли быть теми людьми, которые проверяют себя, исследуют себя, и ищут, чтобы Божье присутствие было, чтобы Божья работа была в нашем сердце, Псалом 93, 12, 13, 14, 15 стих. Блажен человек, которого вразумляешь ты Господи и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма, ибо не отрынет Господь народа своего и не оставит наследие своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Блажен человек, которого научает Господь, которого вразумляет Господь. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня вразумлял Господь. Я хочу, чтобы каждый нас вразумлял и учил Господь, и мы были теми людьми, которые имели это общение, и состояние нашего Духа было угодно великому всемогущему Богу. А если что-то не так, друзья мои, братья и сестры, будем теми ревнителями по Богу, будем теми людьми, как Христос был. И кажется, мы читаем о Христе, что Он трости надломлен не преломил, и льна кора, что не угасил. Но, вы знаете, до определенного момента, когда увидел это беззаконие, и Он стал очищать этот храм. Мы порой думаем, что, может быть, как-то и это проходит, в каком состоянии мы проходим, в Дом Божий, может быть, не должен в состоянии, но, вы знаете, кажется, один раз пройдет второй, третий, четвертый, а Бог стучит в наше сердце, Он говорит это слово, Он призывает к тому, чтобы мы были внимательны к Его Слову, чтобы положили это слово в свое сердце, могли рассуждать. Но, знаете, как здесь написано, что суд, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правы им сердцем. То есть, до определенного момента, и придет этот суд Божий в нашу жизнь, и Он поставит все на свое место, Он взвесит ту ценность каждого из нас. Но, если милость Божия над нами, друзьями, братья, сестры, то давайте ценить, давайте искать великого всемогущего Бога, и, начиная это служение, молитве, открывая свои сердца, прижимаем всемогущим Богом, будем молиться, будем искать, будем благословлять друг друга, будем просить милости для каждого, где, кто находится. Знаете, много сегодня по домам находятся болезни, знаете, очень сложное время, но мы сегодня в доме Божьем, давайте не будем забывать про них, но будем открывать свои сердца и благословлять их во имя Иисуса Христа, их дома, их семьи, чтобы Божье присутствие, там, где они находятся, кто-то в больнице, кто-то дома, кто-то в дороге, может быть, кто-то на работе, ну, пусть каждый переживет милость Божьей сегодня в этот день, когда знаю, что в доме Божьем идет служение, что молятся люди живому всемогущему Богу, что открывают свое сердце, и чтобы наш человек был в состоянии мира, в состоянии молитвы, искания живому всемогущему Бога, и чтобы эти руки были подняты к престолу благодати Его, а Ему за все слава, аминь, молимся живому Богу. Субтитры сделал DimaTorzok